На Урале предположительно пьяный водитель китайского грузовика врезался в микролитражку, покалечив 38-летнюю водительницу и ее 6-летнюю дочь. Авария произошла накануне вечером на Тюменском тракте в границах городского округа Заречный на повороте к поселку Студенческому, бывшему учхозу Уральца. 9 октября 2024 года, 19.35 на дороге Екатеринбург-Тюмень, 46-й километр, произошло дорожное транспортное путешествие с участием грузового и легкового автомобиля. Грузовой автомобиль при повороте налево не уступил впереди идущему транспортному средству Део Матис, в результате чего пострадали водитель Део Матис и ее 6-летняя дочь. 6-летняя дочь помещена в городскую больницу номер 9, мама помещена в городскую больницу номер 36. 52-летний виновник дорожной аварии, водитель грузовика ФАФ, имеет стаж вождения 31 год. От предложения инспекторов пройти процедуру освидетельствования на состоянии опьянения отказался, чем фактически признался в этом опьянении, во всяком случае с аналогичными опьянению последствиями, 30-тысячным штрафом и лишением прав. Удар грузовика пришелся в водительскую часть Матиза, что повлекло тяжкие последствия. 38-летнюю женщину с места ДТП наскоро отвезли в травму 36-й больницы с переломом голени обеих рук, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Ее 6-летняя дочь, ехавшая в детском автокресле, пострадала значительно меньше, но с подозрением на травму живота также была госпитализирована. Пострадавшая женщина имеет 18-летний водительский стаж, но этот автомобиль, 17-летний Део Матиз, приобрела только в июле этого года по объявлению.